МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Несмотря на то, что в эфире целого ряда телеканалов, в том числе и нашего, проходят предвыборные дебаты с участием как самих кандидатов на пост президента, так и их доверенных лиц, эксперты сетуют, надежды на жаркую электоральную кампанию с каждым днем тают. Тем не менее, анализ расходов, сделанный в ходе избирательной кампании внимательными экспертами, четко указывает, ставки на президентских выборах очень высоки, несмотря на то, что все в один голос утверждают, должность президента не самая важная в Республике Молдова. Что скрывается за кулисами президентских выборов, поговорим с нашим экспертами Ильей Киселевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, на ваш взгляд, первые недели предвыборной гонки прошли вяло, как оценивают ряд представителей экспертного общества, прошли вяло, потому что конкуренты стремятся сохранить силы для последней стометровки, или это вызвано тем, что мы так давно не избирали президента, что все не знают, как себя вести. Ну, скорее всего, тут много факторов повлияло на то, что предвыборная кампания носит такой характер. Думаю, что действительно, может быть, люди отвыкли от того, что им надо самим решать, за кого они проголосуют, за какую кандидатуру в качестве президента, потому что достаточно длительный период президент страны избирался депутатами парламента. Ну и с другой стороны, есть еще, на мой взгляд, такой фактор, как то, что, допустим, есть ряд кандидатов, которые, очевидно, претендуют на выход во второй тур, а есть кандидаты, которые, не знаю, как они расценивают сами свои шансы, но, на мой взгляд, они явно участвуют в этой кампании или как спойлеры, или просто как для раскрутки своего собственного имени. Поэтому те, кто уверены в проходе в второй тур, а второй тур, я думаю, обязательно будет. То есть вы не исключаете, что второй тур? Я думаю, что в первом туре никто не сможет набрать достаточное количество голосов, чтобы победить сразу же. Я думаю, что все кандидаты потихоньку, в меру своих возможностей, все-таки ведут свою кампанию. Но кто-то активнее, кто-то нет. Мне кажется, что кандидаты больше сделали акцент на поездке по стране, на непосредственную встречу с избирателями. А это как бы не так широко, может быть, освещается, и поэтому не так заметно. Я думаю, что все-таки кандидаты ведут себя достаточно активно, потому что если посмотреть географию поездок и встреч, то она достаточно обширная и охватывает практически все районы нашей страны. Ну, вот еще такой вопрос. Что, по-вашему, происходит в лагере так называемой правой оппозиции? Ну, уже есть, определился единый кандидат от ЛДПМ, от партии Майя Санду и от партии Платформа Да. То есть решили выдвинуть Майя Санду. Тем не менее, интрига, как мне кажется, сохраняется, потому что другой кандидат от одной из этих партий, именно Андрей Анастасий, он не сдал свой мандат и нигде не опубликовал, нигде не рассказал, когда он это сдаст, успеет ли он сдать до определенной даты, и вот, на ваш взгляд, что происходит? Ну, ситуация действительно получается как бы двусмысленная, и, как известно, насколько я знаю, до 23-го числа, если Андрей Анастасий не откажется официально от участия в президентской кампании, то его фамилия будет все равно в любом случае в бюллетене, то есть, если, допустим, 23-го или 24-го. Он придет в Центр избирком и откажется от участия, то он все равно будет значиться в бюллетене. То есть, бюллетень уже будет напечатан со всеми 12 кандидатами? Да, я думаю, что, ну, скажем так, ему это решение далось очень нелегко. Это достаточно амбициозный человек, на мой взгляд, и он действительно пользуется достаточно большой поддержкой, потому что, если взять, посмотреть на платформу, да, которая была преобразована в политическую партию, он действительно является лидером этой партии. Я думаю, что на него было все-таки оказано определенное давление, потому что, ну, его рейтинги с Майя Сандо были практически равны, там расхождения были в пределах статистической погрешности, вот, и все-таки он отказался, как было объявлено. Я думаю, что все-таки он сделает официальный отказ, но через пару-тройку дней это произойдет. Пока только на Фейсбуке было сказано о том, что он отказывается в пользу Майя Сандо, а уже вне зависимости от того, какое будет решение полицовета, тем не менее, значит, его решение останется... Ну, я думаю, что решение полицовета легко уже читается, и непонятно вообще, как бы, какие истинные причины были этого отказа. Многие считают, что, и я тоже, что на него было оказано определенное давление, и кандидатур Майя Сандо идет от правой оппозиции незаслуженно. Мне кажется, что в первом туре Андрей Анастаси набрал бы больше, и имел бы больше шансов на выход во второй тур. Даже больше, чем Майя Сандо, и чем кандидата демократической партии Мариан Луп. Ну, отчасти, в общем-то, почему так происходит, мне кажется, дал ответы Владимир Плохотнюк в своей статье, которая была вчера опубликована, накануне нашей с вами встречи, и где им было сказано, что Майя Сандо для него удобный конкурент. Видимо, подразумевалось, что Андрей Анастаси не очень. Может быть, поэтому? Ну, давайте посмотрим. Майя Сандо была членом правительства Филата. Она была участником тех заседаний, на которых голосовались известные решения о преобразовании долга, который образовался вследствие кражи миллиарда долларов из банковской системы в госдолг. И Майя Сандо, в принципе, несет ответственность за все эти решения, так же, как и остальные члены правительства. Майя Сандо более своя для Владимира Плохотнюка. И Майя Сандо пользуется большей поддержкой Запада. Ну, известно, это официально, что она была сотрудником Всемирного банка. Естественно, что у нее есть определенные связи, определенные контакты на Западе. Для кого-то это плюс. Но, на мой взгляд, и многие так считают, что для страны в целом это минус. Поэтому я думаю, что то, что Владимир Плохотнюк так высказался, это, в принципе, не случайно, конечно. Ну, в общем-то, вчитываясь в статью, которая была опубликована от его имени, можно, в общем-то, подчеркнуть целый ряд цезисов. Но в целом вы знакомили с этой публикацией. Вот, на ваш взгляд, какова цель этой публикации? И что вас, не знаю, насторожило или удивило? Ну, насторожило, не удивило. Но насторожило то, что, ну, как бы, человек лишний раз, значит, пытается сказать, что я вот здесь хозяин, я буду делать все, что хочу. На мой взгляд, тональность этого интервью именно такая. И я вообще, конечно, удивлен не тем, что он так высказался, а удивлен тем, что реакции со стороны, допустим, Запада, которые продвигают нам какие-то вот эти европейские ценности, говорят о демократии, а то, что сказал Плохотнюк, абсолютно не согласуется с демократическими принципами. Так вот, реакции Запада не было никакой, не последовало. То есть, меня удивило... Проигнорировали? Ну, как можно проигнорировать? Можно проигнорировать, конечно, но это такая, скажем так, ангажированный игнор. То есть, понятно, что Запад заинтересован, может быть, в том, чтобы власть в Молдове была менее коррумпированной, но еще больше Запад заинтересован в том, чтобы Молдова сохраняла тот прозападный курс, который у нас сложился после 2009 года, когда к власти пришли проевропейские партии. Тогда понятно, и реакция, так сказать, западных партнеров Молдова, в кавычках или как удобно, когда в этой же публикации Плохотнюк говорит, что Молдову должен возглавить проевропейский президент. Вот на сегодняшний день, как следует из целого ряда опросов, результаты опросов говорят, что люди заявляют, Молдова идет не туда. То есть, опять же, прозападный вектор развития, видимо, не совсем устраивает граждан Молдовы. Опять же, говорится о том, что необходима смена власти, не только смена вектора, смена политических лиц, так сказать, на Олимпе Молдовы. Но в целом, ведь, смотрите, если копнуть глубже, то результат в сегодняшней ситуации в Молдове, это результат, наверное, еще и того, что Молдова, когда в свое время вступила в программу восточного партнерства, когда и пошла, так сказать, твердо, пошла по пути на Запад. И в этой ситуации, уже пожиная такие плоды, вот заявлять, что президенту нужен проевропейский, то есть, стране нужен проевропейский президент, мне кажется, как бы убийственно. Да, действительно, в принципе, можно даже привести такой пример не только Молдовы, но и Украины. Вот Молдова и Украина, это как бы две страны, которые, по оценкам Запада, больше всего продвинулись в программе восточное партнерство. И это две страны, в которых ситуация намного хуже, чем во всех остальных странах, которые в этом восточном партнерстве участвовали. То есть, в свое время Беларусь тоже начинала программу восточное партнерство, но вовремя отошла. Отошел от этой программы и Азербайджан. Только две страны, Молдова и Украина, как бы пошли до конца. И вот ситуация, что творится на Украине, включая гражданскую войну, мы знаем. Что творится у нас, вот все вот эти вот процессы, когда государство полностью коррумпировано, когда государство захвачено олигархической группировкой, это все следствие, на мой взгляд, этой программы восточного партнерства. И вот говорить о том, что мы должны и дальше идти в том же направлении, в направлении тех стран, которые культивировали у нас этих олигархов, которые создание этого олигархата назвали историей успеха, ну, по меньшей мере, странно. У нас есть примеры на Востоке. Россия – страна, где очень быстро разобрались с олигархами, которые претендовали на власть. Есть пример той же Беларуси, где олигархи вообще, как класс, не дали появиться. Есть другие примеры. Есть пример Китая, где никакое состояние, даже миллионное, миллиардное, не является гарантией от суда за коррупцию и даже смертной казни. То есть, если мы хотим покончить с олигархатом, наверное, мы должны смотреть туда, в ту сторону, где с олигархами научились бороться и разбираться так, как они этого заслуживают, а не продолжать двигаться в ту сторону, где этих олигархов принимают официальные лица и поощряют. Ну, я уверен, что ни один олигарх не согласится признать, что он является неизбежным взлом или неким взлом для своей страны, потому что, как правило, олигарх это лидер либо бизнес-группировки, либо политической какой-то системы. Он говорит, видите, сколько людей вокруг меня работает, я им всем даю возможность заработать. Типа социалка. Да, вот. И поэтому, почему меня нужно винить во всем этом. Тем не менее, ведь уже устойчивый штамп, Молдова захваченное государство, все признаки налицо, абсолютно бездействие института государственной власти, то есть, они управляемы, но управляемы не народом, которых делегировал на эти посты, а наоборот, совершенно я хотел бы еще одно замечание сделать, которое мне сейчас пришло. Как известно, у нас один из кандидатов в президенты Сильвия Раду, которая в течение многих лет возглавляла Юнион Финосу, предприятие, которое, ну, скажем так, просто, на мой взгляд, просто грабило Молдову. Ну, мне кажется, и продолжает. Да, и продолжает, необоснованно завышая тарифы, выводя капиталы из страны. И вот сегодня мы видим, что человек, который все это возглавлял, он тоже идет к власти. Я понимаю, что на сегодняшний день у Сильвии Раду шансов никаких на этих выборах, но я думаю, что вот ее участие это, как бы, своего рода закладка на будущее, дать человеку пообтереться в этой среде попробовать, что такое выборы, что такое предвыборная кампания. И я думаю, что вот ее участие в выборах не случайно. То есть это такое вот на перспективу. Такой тест. Да, да. Ну, интересно, как будут складываться, конечно, события, все в ожидании 30 октября, дня выборов. Вы говорите, в общем-то, ну, вы не одни не одиноки в этом утверждении, что ждет нас и второй тур. Вот как, ну, в общем-то, по вашим прогнозам, кто выходит во второй тур? Ну, если смотреть на рейтинги, то на сегодняшний день из всех кандидатов самый высокий рейтинг у председателя партии социалистов Игоря Додона. Я думаю, что тот рейтинг, который он имеет на сегодняшний день, к 30 октября будет еще выше. И его участие во втором туре, я думаю, гарантировано. А что касается других участников, ну, тут после того, как правая позиция определилась с единым кандидатом, я думаю, что основной спор пойдет между Майя Санду и Марианом Лопу. Ну, у Майя Санду вырастут эти шансы, то есть это поддержка, реально, то, что уступили, и платформа уступила, и первенство, сыграет, на ваш взгляд, такую положительную роль для Майя Санду? Ну, то, что Настасья снял свою кандидатуру, естественно, конечно, сыграет, поднимет. Мне кажется, есть какой-то элемент разочарования. Но это не значит, что все сторонники платформы автоматически за нее проголосуют. Адриан Настасья завоевал свой авторитет среди своих сторонников участием в митингах, постоянными мероприятиями. Майя Санду не появлялась ни в одном митинге, не участвовала ни в одном мероприятии. Став одно время по другую сторону и баррикад. Да, то есть она как бы... Ну, то есть, Майя Санду, насколько я знаю, Майя Санду довольно активно работает среди молодежи. Молодежь достаточно, среди молодежи достаточно большое количество поддерживает. Не то, что поддерживает, но собирается, по крайней мере, на сегодняшний день голосовать за нее. Но это далеко не все. И я думаю, что у Мариана Лупу, как кандидата от Демократической партии, есть шансы с ней побороться. Может быть, не за счет популярности, потому что, ну, как известно, куда бы Мариан Ильич не приехал, в какой бы населенный пункт его встречает далеко не ласковый прием. Вот. Но используя админресурс, ему могут помочь нельзя скидывать во всяком случае его со счетов как кандидата на выход во второй тур. Вот. Вопрос в том, кто из них сможет успешнее противостоять Игорю Дадону, потому что протестные настроения очень сильные. И я думаю, что второй тур будет на грани там разниц в итоговой будет очень невелика. В пользу одного или другого кандидата. Как вы думаете, а почему на левом фланге политическом левая оппозиция ведет такой раздельный характер общения с электоратом? То есть, если правая оппозиция решила определиться с единым кандидатом, то влево. В общем-то, есть некоторое разделение. Есть партия социалистов, есть наша партия. И тут вначале говорилось о том, что возможен какой-то единый кандидат, но тем не менее. Вы знаете, они действительно ведут кампанию раздельно, но я не замечал ни разу пока, во всяком случае, чтобы они пили кампанию друг против друга. Можно понять нашу партию, потому что вообще политическая партия должна выставить своего кандидата, уважающая себя, нормальная, развитая, находящаяся на высоком уровне политическая партия, должна выставлять своего кандидата и участвовать в выборах. Вот именно поэтому я думаю, что то, что Андрей Настаси уступил место Майя Санду, крайне негативно может сказаться на новой этой партии платформа «Да». Что касается нашей партии, то они ведут свою кампанию, ведут, есть определенная программа кандидата Дмитрия Чебашенко. Он, на мой взгляд, порядочный человек, который зарекомендовал себя как непримиримый оппозиционер. Ну, может быть, какие-то моменты его программы, в частности, с этим президентским указом, они, на мой взгляд, немножко утопичны. То есть, я не верю, что можно вот придя к власти одним указом вот так вот, без всяких достаточных законных оснований выпустить указ и распустить парламент. но это его дело, его дело, как строить свою кампанию, как составлять свою программу предвыборную. Но столкновений, конфликтов между нашей партией, партией социалистов на левом фланге я тоже не наблюдаю. Ну, в основном пикетируются правые и левые фланги политического сегмента и вот наблюдается такой факт. Как правило, правые заявляют о том, что геополитика один из тех факторов, который окажет существенное влияние на выбор избирателя. Тогда, как левые уверены, что здесь как раз избиратель будет голосовать желудком. Ну, имеется в виду, что будет голосовать за те партии, которые сумеют изменить ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем. Социальное неравенство, крайняя разобщенность населения, есть очень богатые и состоятельные люди, есть те, кто и таких десятки, если не сотни тысяч людей, которые уже живут у черты из-за чертой бедности. И вот ваше видение, геополитика или социальное неравенство будет руководить нами? На мой взгляд и то, и то. Да, экономическая ситуация в стране ужасная, и люди нищают с каждым месяцем. все тяжелее, тяжелее. Сейчас еще начнутся коммунальные платежи за отопление. Это вообще будет удар, потому что, как известно, тарифы возросли. Но, знаете, геополитика тоже играет свою роль. Давайте, если посмотрим вот так вот по той же платформе, да, кто является основным контингентом этой платформы? Это люди, которые голосовали за тех же либерал-демократов, за тех же демократов, но, в конце концов, просто разочаровались в них. Они остались верны своему видению геополитическому, что надо идти в Европу, но они против нынешней власти. И вы знаете, я вот, честно говоря, не уверен, если им предложить такую дилемму убрать эту власть, но взамен страна меняет геополитический курс, вот я не уверен, что они согласятся на изменение геополитического курса. То есть, возможно, даже, что курс на Европу окажется для них важнее, чем свержение вот этой власти, против которой они же и выступают. Не надо забывать, что они когда-то голосовали за эти же партии и за этот же курс. Вообще, по большому счету, наверное, они, голосуя и приводя их к власти, несут, может быть, не такую же, но тоже несут определенную ответственность за то состояние, в котором находится наша страна сейчас. То есть, ими может диктовать желание исправить ситуацию? Найти тех людей, которые реализуют их мечту и, соответственно, но при этом сохраняя курс просто с другими людьми. Но я, например, не очень представляю, есть у нас такие люди или нет. И кто они? Скажем так, та же Майя Санду, да, она работала менеджером, каким-то там советником во Всемирном банке, но является ли она достаточно квалифицированным управленцем даже? не говоря уже о том, чтобы говорить о высшем государственном посте. Поэтому я думаю, что я не уверен, что вот есть выход из той ситуации, как бы, чтобы и волки были сыты, и овцы целы для вот этой категории избирателей, чтобы идти на запад и вместе с тем идти с людьми, которые действительно создадут честное демократическое государство у нас в Молдове. Посмотрите, даже те, кто, ну, адепты платформы, те, кто голосует за них, разочаровавшись в либерал-демократах, в либералах и в демократах, наверное, части тоже, и они ведь не могут не понимать, что вот за что они ратуют? Ратуют за замену одних олигархов на других, в общем-то, зная предысторию Андрея Анастасия. То есть для них уже есть список, черный список плохих олигархов, у нас есть белый список хороших. Есть определенная схема, за пределы которой они выйти не в состоянии. Ведь это тупиковый, опять же, вариант. Ну, что мы меняем в этой ситуации? Мы ничего не меняем. Мы просто, ведь те, кто придет на смену, ведь они же, будем говорить, пленники ситуации, они должны, как говорят они их языком, если выражаться, отбить те свои затраты, которые были вложены в победу платформы, да, там, лидера этой партии. Это определенные материальные ресурсы, которые, ну, требуют, наверное, возврата как минимум и ответственности как максимум. И здесь, мне кажется, для этих людей, ну, ситуация патовая, потому что, ну, за что они тогда ратуют? Я, ну, это давно было где-то, полгода назад, разговаривал с одним человеком, и он произнес такую фразу, что, значит, Плохотнюк хочет стать тем, кем в свое время был Воронин, а ЦОПы хотят стать тем, кем является сейчас Плохотнюк. Ну, если делиться, в общем-то, народными афоризмами, то вот один из них, например, Додон борется за Молдову, а остальные конкуренты с Додоном. Знаете, ну, можем дальше делиться народным творчеством, тем не менее, хотел бы сегодня еще и поговорить о политике. Ведь, если с платформой, да, достаточно все понятно. При большом рейтинге Андрея Анастасии есть, в общем-то, понимание того, что его победа привела бы к смене одних олигархов на других. Победа Майя Санду к чему привела, на ваш взгляд? Ну, вообще, давайте говорить так, все-таки у нас не президентская республика. Даже если президентом станет человек, который реально хочет что-то изменить, сделать это будет достаточно сложно, достаточно тяжело, потому что сопротивление будет немеренное, и это потребует много времени. Поэтому говорить о том, что что-то сразу быстро, принципиально изменится, как утверждает Дмитрий Чубашенко, нет, я не верю в это. Вот, надо понимать, что пост президента дает просто фактически возможность общаться на другом уровне, делать заявления на другом уровне. плюс то, что президент избранный всенародно, а не у меня другого слова нет, кучка депутатов, вот, он обладает гораздо большими полномочиями, большим авторитетом и большими возможностями именно за счет того, что можно всегда говорить напрямую с народом, который его избрал. что конкретно можно изменить? в данном случае давайте если говорить о конкретных людях, Майя Санду, она бы решила что-то менять? Нет, нет. Сегодняшней Молдове. Я думаю, что Майя Санду возможно стала бы таким же президентом, каким тихим и незаметным, каким был Николай Тимофтьев. это давало бы просто гарантию того, что никаких потрясений, никаких коренных изменений в нынешней ситуации в Молдове не будет. И все, наверное, продолжалось бы. Да, какие-то возможно были бы, поступали бы какие-то инструкции по ограничению действий Плохотнюка, но я в этом тоже сомневаюсь, потому что нет у президента инструментов для этого. Президент может добиться того, чтобы у нас прошли как можно скорее парламентские выборы. По большому счету именно это способно на сегодняшний день только какие-то коренные изменения привнести. Да, потому что очевидно, что никакие фальсификации не могут подтянуть рейтинг власти действующей. На мой взгляд, это надо делать достаточно быстро, потому что есть опасность, что к следующим очередным парламентским выборам, до них еще два года, будет проведена реформа, и если у нас половина парламента будет избираться по одномандатной системе, то Молдова может очень надолго погрузиться в это ужасное состояние, в котором она пребывает сейчас. Ну, если Майя Санду, по-вашему, будет тихим и незаметным президентом Тимофтия номер два, Мариан Ильич Лупу, наверное, будет тоже тихим, но слегка, наверное, и заметным в силу своего роста. Про остальных кандидатов от правого так сказать сегмента политического, ну, здесь трудно, наверное, перечислить еще более-менее заметных фигур, практически те же однотипного характера люди. Левый блок, здесь выделяется лидер партии социалистов, которые проводят и встречи, и поездки, и судя по анализу, который провел Координационный совет по телевидению и радиовещанию, в средствах массовой информации более всего, несмотря даже на какое-то может быть приятие-неприятие тех или иных средств массовой информации этого политика, тем не менее, больше всего времени телевизиону было удивлено именно его заявлением, то есть он создавал политическую повестку дня вот в этот период. Ну, вот приход к власти Игоря Додона, что бы меняло бы, на ваш взгляд, стране? Что создавало бы, какие прецеденты, или, может быть, и чему послужило бы? Ну, я думаю, что приход к власти Игоря Додона может существенно затруднить действия коалиции, которая создана у нас в парламенте, потому что, ну, вот, я был на одной встрече Игоря Додона с прессой, то есть он рассказывал, что есть определенные планы, определенные наработки по инициированию законопроектов, по назначениям определенным. Нельзя забывать, что определенные кандидатуры в парламент вносит, должен вносить им по конституции именно президент. То есть есть возможность вести диалог на другом уровне уже с мировыми лидерами в том числе. поэтому мне кажется, что активность Игоря Додона она может помочь в проведении определенных каких-то изменений и каких-то сдвигов в нашей политической системе. Что могла бы сделать Санба? Я не думаю, что она вообще стала бы что-то делать, точно так же, как господин Луп. Ну, это понятно. Но с точки зрения политического характера действия здесь ясно. А вот в экономике менялось бы что-то, потому что смотрите, сегодняшняя ситуация в Молдове, она ведь такая парадоксальная. Если в развитых странах впереди бежит экономика и только потом политика обслуживает экономические интересы страны, то в нашей ситуации, наоборот, у нас есть политики, которые обслуживают, то есть подгоняют уже экономику, которая должна обслуживать их политические интересы. То есть фактически убивая экономику на сегодняшний день, потому что кому-то выгодно, чтобы, например, на сырье взлетали пошлины, а на чью-то иностранную готовую продукцию, наоборот, практически беспошлина заходит нам на рынок. Соответственно, убиваем собственного производителя. То есть в этой ситуации что бы поменялось, на ваш взгляд, в экономике, если бы в случае выигрыша додоном президентских выборов? У нас вообще такая ситуация в экономике. У нас любят кричать о том, что вот экспорт Молдовы на Запад растет и чуть ли не уже не превышает экспорт в Россию. Хотя мне, честно говоря, не очень верится в эти цифры. Ну, да ладно. Дело не в этом. Дело в том, что повышение экспорта на Запад в страны Евросоюза никак не может компенсировать те гигантские потери, которые мы понесли после того, как потеряли российский рынок. Вот в чем главная проблема нашей экономики. Те валютные поступления, которые были у нас от торговли с Россией и, допустим, Беларусью и Казахстаном, они никак не могут быть компенсированы тем, что мы получаем с Запада. И насколько возвращаясь к вашему вопросу, что может изменить в этом плане президентство Игоря Додона? Ну, то, что у Игоря Додона очень хорошо наложены контакты в России, это известно. Известно, что ряд предприятий благодаря его деятельности, его поездкам и переговорам и определенным договоренностям уже получил право на экспорт своей продукции в Россию. Ну, если такой человек будет у нас на посту президента, то, соответственно, и возможности у него для расширения экспорта, для каких-то новых принципиальных договоренностей с Россией будут гораздо больше. То есть на больше высоком уровне. у нас не будет тех ситуаций, которые были в прошлом году с фермерами, которые просто не убирали свой рожай яблок или слив, потому что не имели возможности продать его, просто не было рынка сбыта. Россия после присоединения Молдовы к договору ассоциации с Евросоюзом просто вела пошлины и не стала закупать наши фрукты. То есть возможности есть, возможности большие и их надо использовать. И чем выше будет ранг человека, который занимается этим, тем лучше для наших производителей, для наших фермеров, для всей страны. Ну и вопрос такого характера о Приднестровье. Вот как бы на ваш взгляд решался бы этот вопрос теми или иными кандидатами в случае их победы? Ну с Приднестровьем очень сложно насчет Приднестровья очень сложно говорить, потому что во-первых там тоже будут в декабре президентские выборы. И кто там будет, как будет ситуация там развиваться после этого, можно сказать, будет только после того, как будет известен новый президент. То есть Приднестровье это очень сложная проблема, очень такой большой запутанный клубок, знаете, вот как есть понятие Гордиев узел. Вот у нас были деятели, которые пытались этот узел разрубить силовым методом, от наших властей предыдущих мне кажется нам остались авгивы и конюшни они Гордиев узел. На мой взгляд самая большая проблема в наших отношениях с Приднестровьем это проблема доверия. Вернее, если точнее говорить, полного его отсутствия. Поэтому мы можем пытаться решать какие-то мелкие проблемы, транспортные, прохождение поездов, но уже даже на уровне проблемы автомобильных номеров уже мы ничего не можем сделать. То есть проблема доверия, восстановление доверия, вот на мой взгляд, что самое главное в отношениях, в решении этого больного вопроса для нас. И для них тоже, собственно говоря, потому что ситуация экономическая в Приднестровье, когда она оказалась сейчас между недружественной Молдовой и недружественной Украиной, экономическая ситуация становится все хуже и хуже. Они сами это признают. Поэтому решение этого вопроса я не берусь говорить. Об этом можно будет говорить, когда будет известно, кто будет новым президентом Молдовы и кто будет новым президентом Приднестровья. Тогда уже можно будет какие-то прогнозы строить. Надо решать проблему доверия. Вот это все, что нужно сделать на сегодняшний подзанавис такой вопрос. Уже вернемся опять же к нашим президентским выборам. Каждый из кандидатов имеет определенную предысторию, политическую, человеческую предысторию. И если мы с вами определились, для нас лидеры избирательных предпочтений, это Игорь Дадон, дальше Мариан Лупа и Майя Санду, у каждого из них есть своя предыстория. Какие, как вы думаете, скелеты в шкафу могут всплыть, или какие болевые точки могут оказаться, но для них появиться в самый ненужный для кандидата момент. Хотя, мне кажется, многое на поверхности. по Майя Санду это явно. Допустим, если по Майя Санду это первое участие в правительстве Филата, что само по себе уже, как бы, говорит не в ее пользу, также не в ее пользу говорит о том, что ее кандидатура рассматривалась как в качестве премьер-министра, было такое. Сейчас пошли слухи о расследовании по тендеру, который касался установки видеокамер в школах. Там, оказывается, было какое-то мошенничество, а решение по нему тоже принимала та же самая Майя Санду. То есть, будут, будут подниматься какие-то вопросы. Что касается Игоря Додона, ну, будут, естественно, вспоминать голосование за президента Тимофти. Тут это было. Что еще? Была попытка какого-то оффшорного скандала, раскрутить оффшорный скандал, но, насколько мне известно, это все заглохло. То есть, развитие этой темы не получило пока что. И я думаю, что вряд ли получит уже. Мариан Лупу, ну, что, само состояние, само положение председателя демократической партии, ну, не знаю, наверное, самая ненавидимая у нас организация в Молдове. Что тут еще можно? Хотя, при этом, обладающим таким административным ресурсом, ну, опять же, это же... Ну, вообще, я должен сказать, что если бы не это обстоятельство, нет, Мариан Лич действительно высокий, представительный, в очках, умеет говорить, может очень долго говорить, вставлять умные слова, но при этом ничего конкретно не сказать. Вот, с одной стороны, кому-то может показаться, что идеальный президент, но, лично я так не считаю. Ну, последний вопрос, какого президента ждет, ждут граждане Молдовы? Ну, если, если Мариан Ильич мог бы быть, казалось бы, идеальным президентом, виден, но молчит, то тогда все-таки, кого мы же, кого, на ваш взгляд, граждане Молдовы сегодня ждут в кресле президента? И чего ждут? В большинстве своем ждут президента, который сможет что-то изменить, изменить в лучшую сторону, потому что, мне кажется, что в сохранении нынешней ситуации, ну, очень мало кто заинтересован. Заинтересованы те, кто пользуется этим и наживают состояние на бедствиях народа, на бедствиях страны. А все остальные хотят движения, хотят развития, хотят, чтобы в стране была ситуация, когда не нужно уезжать куда-то, чтобы заработать на жизнь. Вот. Люди хотят, очень многие хотят жить и работать здесь. Я знаю очень многих, которые работают сейчас за границей, которые с удовольствием бы вернулись, но они просто знают, что здесь им делать ничего, они не смогут найти работу. Но вернуться хотят. И если в Молдове когда-нибудь будет хорошо, когда-то будут честные суды, добросовестные чиновники, не будет коррупции, бюрократии, люди начнут возвращаться, с удовольствием будут приезжать обратно. Ясно. Спасибо за такой наказ избирателя будущему президенту. Как говорят в Одессе, будем посмотреть, чем закончатся президентские выборы для Республики Молдова. Хотелось бы, чтобы это было, чтобы этим фактом президентских выборов была вписана в историю страны, ну, наверное, новая и кардинально меняющая ситуация в Молдове, страница. Тогда и мы будем горды тем, что являемся, современниками этих событий. Иначе как-то не хотелось бы делить этот позор страны в своей биографии, что при нас страна стала самой бедной, при нас она стала разрозненной, при нас она стала страной, из которой бегут. Ну, может быть, не страница, но какой-то первый шаг, какая-то первая строка. Ну, будем так. Да. Так сказать, у каждого свой образ. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был эксперт Илья Киселев. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok